Александра Маринина. Чувство льда. Часть вторая. Ближнее Подмосковье. Август 1975 года. С недавнего времени Инна Ильинишна Целяева постоянно жила на даче. Оставаться в городской квартире рядом с дочерью и ее мужем, которые теперь считали ее виновной во всех их жизненных неудачах стало невозможно. Инна Ильинишна подыскала себе работу в той части Москвы, куда могла добраться с дачи за приемлемое время и съехала. Всего полгода назад жизнь ее была совсем другой и казалось, что если в ней и может что-то измениться, то только к лучшему. Муж ученый, специалист в области кибернетики, сама она завкафедрой марксистско-ленинской философии и научного коммунизма. В престижном московском вузе дочь закончила факультет журналистики и работала не где-нибудь, а в правде, главном печатном органе ЦК КПСС. И зять Инна Ильинишна хороший парень, спокойный, не пьющий редактор на телевидении. У детей впереди достойная карьера, у нее с мужем достойная, обеспеченная старость, и ничего плохого в их жизни случиться не может. Оказалось, что может. Муж Инны Ильиничны, профессор Целяев, поехал в Лондон на международный симпозиум и не вернулся. Нет, не умер скоропостижно, не попал в больницу, а просто не вернулся. Остался и попросил убежище, которое ему с радостью было предоставлено как крупному специалисту в области перспективной отрасли знаний. Инне Ильиничне немедленно предложили оставить кафедру и выйти на пенсию, поскольку пенсионного возраста она уже достигла. Но ей было всего 56, и она рассчитывала поработать еще лет 15, как минимум, ибо была в прекрасной форме, как физической, так и интеллектуальной, вовсю писала статьи, монографии, учебники, с блеском читала лекции и считала себя еще молодой и полной сил. Конечно же, ее вызывали и смотрели строго и недоверчиво, и задавали уйму вопросов, на которые она добросовестно отвечала, и из которых даже младенцу было понятно, что ее считают не менее виновные, чем ее мужа, предателя родины, ибо она наверняка все знала о его коварных планах и потакала им, и покрывала будущего беглеца, и создавала ему всяческие условия для побега. А она ничего не знала и долго не верила в то, что это правда, все надеялась, что это обычная провокация. Невозможно было поверить в то, что человек, с которым она прожила бок о бок 30 лет, мог совершить нечто подобное. Невозможно поверить в то, что он остался на Западе, но еще труднее поверить в то, что он сделал это вот так, тайком от жены, не сказав ей ни слова, даже не намекнув, даже не попрощавшись как-нибудь особенно, как прощаются, когда знают, что больше никогда не встретятся. Она была убеждена, что, как ученый-философ, точно знает, что в этой жизни может быть, а чего быть не может, как люди могут поступить, а как не могут, ибо это в принципе невозможно и никакой этикой не оправдывается. Оказалось, что возможно все, даже невозможное. Накануне отъезда мужа в Лондон Инна Ильинична, как обычно, помогла ему собрать и уложить вещи. Он вызвал такси на 8 утра, потом они посмотрели по телевизору какой-то концерт и легли спать. Утром он съел свой обычный завтрак, и когда позвонил по телефону диспетчер таксопарка и сообщил, что машина с таким-то номером будет у подъезда через 15 минут, быстро оделся, чмокнул жену в щеку, подхватил небольшой командировочный чемодан и уехал. И от этой обыденности их последних, проведенных вместе минут, и Инне Ильиничне было куда больнее, чем от доносящихся со всех сторон слов о предательстве Родины. Ее отправили на пенсию. Дочь очень скоро оказалась в редакции заштатного, мало кому известного узкопрофессионального журнальчика. Зятя быстренько попросили с центрального телевидения, и стало понятно, что ни дочь перебежчика Целяева, ни его зять, никакой карьеры уже никогда не сделают. Молодые во всем винили Инну Ильиничну. Им казалось, что она не боролась, не отстаивала свое право остаться на работе, не сумела доказать собственную непричастность к чудовищному поступку мужа. Если бы она боролась, доказала и осталась, то все сразу поняли бы, что дочь и зять перебежчика тоже ни в чем не виноваты и взглядов преступного профессора не разделяют. Их никто не тронул бы. Они были молоды и по привычке считали, что все за них должны сделать те, кто старше. Дома начался ад, которого Инна Ильинична не вынесла. Она переселилась на дачу теплую, просторную. Месяц просидела в доме затворницы, потом поняла, что нужно что-то делать, чем-то себя занять и не мемуары писать, одиноко сидя за письменным столом и впадая в творческое глубокомыслие, а найти работу, любую, пусть самую неинтересную. На интересную ей же не перебежчика и предателя Родины теперь рассчитывать было сложно. Но чтобы каждое утро поднимать себя по будильнику, одеваться, причесываться и куда-то идти, чем-то заниматься, быть на людях, общаться, потом возвращаться домой. Она устроилась с санитаркой в ближайшую к дачному поселку больницу, находящуюся хоть и на территории Москвы, но у самой границы между городом и областью, драила полы, выносила и мыла судно, помогала купать в ванной тяжелых больных, которые не могли мыться самостоятельно, постоянно сталкивалась с умирающими молодыми мужчинами и женщинами, с брошенными, никому не нужными больными стариками, с горем, слезами и отчаянием. Инна Ильинична быстро поняла, что ее участь далеко не самая горькая из всех возможных. Боль не сделалась менее острой, но переносить ее стало намного легче. Сегодня у нее выходной. Погода прекрасная, солнечная, но не жаркая, и Инна Ильинична отправилась на прогулку. Проходя мимо дачи Филановских, расположенной через три участка от ее собственной дачи, она заметила шестилетнего Андрюшу. Мальчик сидел на поваленном дереве напротив калитки и о чем-то напряженно размышлял. «Доброе утро!» — приветливо поздоровалась Инна Ильинична. «Здравствуйте, Инна Ильинична!» — улыбнулся в ответ мальчуган, глядя на нее печальными глазами. Ее всегда умиляла эта ранняя взрослость соседских мальчиков, которые, едва научившись говорить, приучились называть взрослых по имени-отчеству, а не тетями и дядями. «У тебя новая прическа», — заметила она. «Правда, я тебя давно не видела, но ты, по-моему, был подстрижен по-другому». «Да, меня так подстригли», — невозмутимо подтвердила Андрюша. «Тебя или вас? У Саши теперь тоже такая прическа?» «Нет, у него как раньше». «А почему?» — живо заинтересовалась она. Все близнецы, встречавшиеся ей в жизни, стремились к одинаковости. И получали несказанное удовольствие от того, что их постоянно путали. Мальчиков филановских никто не путал. Они по-разному двигались, по-разному смотрели, по-разному улыбались. Но все равно раньше они были совершенно одинаково одеты и причесаны. «Мы решили, что больше не хотим быть одинаковыми», — очень серьезно сообщила Андрюша. «Но почему?» — с еще большим удивлением спросила бывшая завкафедрой. «Что плохого в том, чтобы быть одинаковыми? Вы такие от природы, зачем же это менять?» Мальчик молча пожал плечами. Тут Инна Линишна сообразила, что нигде поблизости не видит его брата. А ведь прежде они всегда появлялись вместе. Даже если они занимались разными делами, например, один читал, другой рисовал, мальчики все равно находились рядом друг с другом. «А где Сашенька?» Она стала оглядываться, надеясь заметить в кустах поблизости знакомую темноволосую головку. «Он дома, на веранде, делает упражнения». Нам Люба по-английскому задала. «Он дома, а ты здесь?» Инна Линишна не переставала изумляться. «Мне нужно подумать». Она машинально присела рядом, не в силах совладать с любопытством. Что такое случилось с шестилетними мальчиками, которых она знала практически с рождения, потому что каждое лето они проводили в дачном соседстве? Почему они решили, что больше не хотят быть одинаковыми? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...